Продолжение следует... Продолжение следует... Мы снова пойдем в поход... А через год, да через год... Мы снова пойдем в поход... Мы снова пойдем в поход... Хорошая песня... Я почему-то раньше ее никогда не слышала... Паша сам написал... Да ладно, что ты... Правда? Да... Очень трогательно... Вдохновляет... Вот если бы вы ваши статьи с таким же вдохновением писали... Нашему еженедельнику бы цены не было... Да... Я, кстати, с вами хотела об этом поговорить... Дорогие коллеги, мне кажется, вы саботируете работу... Почему-то не хотите прислушиваться к моему мнению... Хотя на кону судьба нашего еженедельника... Мы должны наоборот... Работать с максимальной отдачей... Но этого не происходит почему-то... Я готова выслушать каждого... Правда... Я не буду ни на кого кричать... Более того... Ни в коем разе не буду никого наказывать... Просто мне очень хочется понять... В чем мы не сходимся... И я искренне готова прислушаться каждому... Исправить ситуацию... И сделать дружную, хорошую команду... Хотите откровенно? Да... Чужая вы здесь... Если бы кому-то из нас дали порулить... И то толку было бы больше... А вас... Наши проблемы, на самом деле, мало интересуют... Тонущий корабль... Уже не спасти... Нет... Может есть варианты... Жора... Ну какие варианты? Если у нашего главного редактора ничего не получилось... У вас тем более не получится... Иван Ильич... Всего себя отдавал... Вот... До конца боролся за еженедельник... Так боролся, что он теперь в больнице лежит... А для вас это что? Так... Забава... Вам терять нечего... Не получится... Уедете себя обратно в холдинг... Вторым вице-президентом... Мы уже все разуверились... А что не так? Каждый из нас вон уже втихую... Давным-давно себе другую работу ищет... Просто идти некуда... Вот вам и вся правда... Кто-нибудь еще? Я хочу сказать... Можно? Конечно... Вас и правда здесь ничего не держит... Я слышала... У вас жених есть... Вам бы с любимым рядом быть... Ну... Я бы так сделала... Вы уже и про жениха все знаете... Михаил, вы что-нибудь добавите? Мне нечего сказать... Все сказали... Ну... Хорошо... Во-первых... Да... У меня есть жених... Но мы взрослые люди... И поэтому спокойно переживаем разлук... Во-вторых... Мне есть что терять... Потому что если я не справлюсь... Мне придется навсегда уйти из холдинга... Такой у нас уговор... С генеральным... А генеральный-то мой отец... Вот так... У меня просто больше никто не поверит... Ну а в-третьих... Вы, кстати, про это не знаете... Речь идет не о каких-то годах спасения... А об одном месяце... Поэтому мы либо спасаем еженедельник... Делая невозможное... Либо... Все вместе идем ко дну... Да... Но я этого не хочу... Я настроена сделать невозможное... А вы... Всем спокойной ночи... Давайте я вам помогу... Спасибо... Давайте... Подержите, пожалуйста, я руки помою... Оп... Еще? Да... Михаил, вы там... У костра ничего не сказали... Вы знаете... На самом деле многое прояснилось... Держите... Я вижу, вам... Важен еженедельник... Так же, как и нам... Я очень удивлял... У вас есть те же... Я таких женщин только несколько встречал в своей жизни... Это комплимент? Ну, спасибо... А каких еще женщин со стержнем вы встречали? Жену... Ну, да... Заставить мужчину готовить в грязном фартуке... Ну, для этого нужен характер... Согласна... Она умерла... Извините... Я не знала... Простите... Четыре года назад... Автокатастрофа... В общем, остались с Дашкой... Одни... Извините... Я вас понимаю... Это вряд ли... Мне мама умерла от рака... Когда мне было пятнадцать... Сестре тогда исполнилось семь... Но мне пришлось Иришку воспитывать одной... Потому что отец все время работал... Вам тоже нелегко пришлось? Да... Нам очень не хватало... Ее заботы и тепла... Ну, в общем... Наверное, как и Даша... Ну, а тут вообще без вариантов... В смысле? Ну, вот так... Да, варианты всегда есть... Вы, кстати, не затягивайте с этим... Потому что у вас у дочки такой возраст, когда ей нужна мама... Так что вы... Екатерина Олеговна... Давайте с этим вопросом я разберусь сам... Хорошо? Так я же ничего не сказала... Я просто вам дала совет... Как будет лучше? Слушайте, вы что, психолог? Вы разберитесь со своими проблемами... Я разберусь со своими... Михаил, вы просто должны подумать... Да, все... Тема закрыта эта... Хорошо... Все... Справляйтесь, Бобровский... Спокойной ночи... Спокойной... Спокойной ночи... Бобровский! Воспитание дочери и личная жизнь... Но это не тема для обсуждения... Я была не права, извините... Ну, тогда и вы меня извините... Я не должен был так вам отвечать... Ну, тогда... Мир? Мир! Отлично! Отлично! Доброе утро, мама! Привет, малыш! Привет! Алеша уже ушел? Угу... Почему что двора открыта? Ну, а что ну, в сумерках что-то сидит? Давай, иди, завтракай... Так вы помирились с этой твоей начальницей? Даш, с этой моей начальницей мы и не ссоримся... Просто легкое недоразумение... Все, давай ешь... А то в школу опоздаешь... Ну, как вам поход? Что, нам с татой очень понравилось... По-моему, Игнатьева все хорошо организовала... Я про выступление ее... Под тегом «Спасем еженедельник»... Ты как, Лукич? Поддерживаю... Настырная она... Думаю, у нее получится... Бубровский ты? Я думаю, ей нужно дать шанс... Аналогично... Соломка? А я как все... Так... А как же наш бойкот единым фронтом? А? Вот я лично... Я... Ей не доверяю... Я уверена, что она здесь долго не продержится... Что? А... Обработала вас, да? Обработала всех... Понятно, понятно... Одно слово... Мужики... Так, ты как хочешь, Аделаида... А я реально голодать начну... Соломка... Вот... Отдаю тебе самое дорогое... На сохранение... А что... Этим варварам не доверяю... Ага... Ты спятил, что ли? Ты и полдня без еды не продержишься... Вот так вот... Я думал, она наоборот... Первое... За шифини пойдет... Из женской солидарности... Так... Объявление... Сегодня у Феофановой день рождения... Собираем на подарок... Екатерина Олеговна тоже участвует... А я много дать не могу... У меня старшенька на сносях... Каждая копейка на счету... Всем доброе утро... Доброе утро... Ну что... Готовы к новой трудовой неделе? Отлично... Пойдемте... Миша, ты слепой? Чего? Посмотри какая женщина... Присмотрись... Жор... Ну че ты... Ну что Жора... Что Жора... Присмотрись... Значит через час у вас совещание руководителей отделов... И после этого... Яхты... У вас новое хобби... Как знать... Вообще-то свадебный подарок себе выбираю... Ну... Тесь же должен нам что-то подарить... Вот пускай яхту подарит... Намекнули на перед свадьбой... Достойная цель... Это не цель... Это бонус... Вот моя цель... Артур Леонидович Сапунов... Генеральный директор... У... Вот это заявка... Но... Вообще-то со временем отца может сменить Екатерина Олеговна... Вот поэтому она мне здесь и не нужна... Замуж выйдет... Пускай домом занимается... Ну а если вдруг у нее все получится... С еженедельником... И... Вдруг... Продажи серьезно вырастут... Тогда она из холдинга не уйдет... И наверняка реально включится в процесс... Ну я в это не верю... Хотя может ты и прав... Переговорю с генеральными... Надо бы и нам подключиться... Чтобы у нее точно ничего не вышло... И последнее... Вот так теперь будет выглядеть обложка нашего еженедельника... Вполне... Блестяще... Спасибо... Мне нравится... Осталось только середину наполнить достойным содержанием... Наполнят Екатерину Олеговну... Жора, ты молодец... Уже можно? Аделаида Альбертовна... От имени всего нашего коллектива... Мы хотим поздравить вас с днем рождения... Три-четыре хором... Поздравляем! 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 Ненавижу свой день рождения... Ненавижу... А это что, из-за возраста что ли? Поздравляем! Аделаида... Ну... Что случилось? Чего вы плачете? Вы не плачете... Успокойтесь... Ну что не так с вашим днем рождения? Просто год назад, в мой день рождения, меня бросилось книг, ушёл к лучшим подруге. Кошмар. Прям день рождения. Двойной удар. Ну, всё-всё-всё. Всё-всё-всё-всё. Я сейчас сказала, что я глуша. Это же не так. Или так. Я знала, что я плохо выгляжу. А мне так бы хотелось выглядеть красиво, чтоб в моей жизни появился настоящий любящий мужчина. Да. А бы он меня называл. Моя принцесса. Моё солнышко. Градим сучья зайчиком или рыбкой. Я бы завтраки готовила. А иногда бы и он мне. Я что, многого прошу? Так, Аделаида, встаём. Мы вам сейчас такой праздник устроим. Что? Кафе посидим? Нет. Начнём сначала. Ибо мечты должны сбываться. Это ещё не всё. Нам вон туда. А теперь окончательная шлифовка образа. А до этого мы что делали? Меняли имидж в целом. Мне сделают макияж. Ну, в вашем случае полумерами не отделаешься, поэтому мы используем all inclusive, верно? Катерина Олеговна. Вы замечательная. Если бы вы знали, как для меня это важно. Устраивайтесь поудованию. Скоро вы себя не узнаете. Алло, Кать, привет. Слушай, я такие потрясающие свадебные приглашения нашла. Ручной работы. Сейчас… Фотки пришли. Как у тебя дела в редакции? Слушай, помнишь, я тебе рассказывала про своего сотрудника, Михаила Бобровского? Это который хам и пишет хорошо? Он вовсе не хам. Знаешь, мне даже показалось, что он очень надёжный. Он дочь один воспитывает. Кать, он что, тебе нравится? Да ну причём здесь нравится, не нравится? Мне Артур нравится. Уверена? Да ладно. Ну всё, закончите. Ну ладно, хочешь не говорить. Ну о чём говорить? Ты лучше расскажи, как там твоя учёба. Как вообще… А Бобровский красочек? Ну и перестань. Да я сам не ожидал. Голодание творит чудеса. Посмотрите, посмотрите, ну всё ушло, всё ушло. Во-первых, кишечник работает, как часы. Вот потрогай. Я верю. Потрогай. Ну всё ушло. Всё, видите? Доброе утро, мальчики. Доброе. Да это ты, что ли? Я. А что Екатерина Олеговна? У себя? Угу. У себя? Ничего себе. Это точно наша Аделаида? Богиня. Хорошо. Очень хорошо. Прям очень доступно всё и интересно. Верю каждому слову. Правда? Угу. Это ваша забота, ваше внимание вдохновили меня на эту статью. Да, всю ночь писала, даже не заметила. Вы молодец. Я, кстати, успею ещё отдать в печать. Вот впредь пишите, пожалуйста, вот такие материалы. Прям… Я буду стараться. Выглядите потрясающе. Коллеги оценили? Не знаю. Мне кажется, что оценили. Олег Игоревич, можно? Да, давай. Что у тебя там? Олег Игоревич, я насчёт Кати. Я пришёл на работу, подумал, а может ей помощь нужна? Готов подставить в плечо, поехать официально её помощником? Нет. Пускай сама выкручивается. Ну… Я сказал, нет, никакой официальной поддержки. Нечего было с отцом так при всех разговаривать. Вызов она мне, понимаешь, бросает. Да, я вас понимаю. В таком случае я могу взять пару недель за свой счёт? Съезжу к ней, побуду рядом, погощу, что скажется. Проведать – это… это другое дело. Тут я согласен. Что, соскучился за невестой? Давай, поезжай, поддержи морально, так сказать. Но на день, не больше. Тут работы хватало. Не получилось. Похоже, я только что придумал, как вернуть её обратно. Значит так. Угу. Срочно сделай копию отчёта финансового директора по еженедельнику Кате. Угу. Ну там, где он рекомендует его закрыть. Далее. Далее позвони вот эту тьму тараканью. И договорись о встрече с торговой сетью «Альянс Престиж Медиа» на сегодня. Мне это уже начинает нравиться. Решили лично вмешаться. А вдруг она узнает? Не узнает. Забронировал мне билет на ближайший рейс в эту провинцию. И арендую там машину с водителями. Пришло время действовать более жёстко. Я не о вставлении единого шанса. Да, я уже прилетел. Жду вас на пешеходном переходе. Вому! Жду! Вому! Нужна изучать процедуру. Волица herzlich умерли. , Я един несколько момент! Только правее выросphוьте. Будет вοιапнуть рыху. Там рыху сниасшей. Ну давай。 Сами понимаете, Людмила Валерьевна, это закрытая информация. Значит, решение о закрытии еженедельника было принято холдингом еще две недели тому назад. Тогда зачем Игнатьева морочит мне голову? Ну, она же дочь генерального. Захотелось девочке поиграть в кризис-менеджеру. А вы знаете, у нее даже что-то и получается. Первый выпуск еженедельника под ее руководством показал минимальный рост продаж. Ну, где-то пять процентов. А вот второй, двадцать два процента. Он уже на прилавках. Прошу. Никто и не говорит, что она не профессионал. Но решение о закрытии принято высшим руководством холдинга. Ей дали всего один месяц поиграть в песочнице. Так что не вижу смысла затягивать агонию. Так. У нас встреча через час с Игнатьевой. Планировалось продлить соглашение на две недели. Надеюсь, вы примете правильное бизнес-решение. У этого еженедельника нет будущего. Он списан. Был рад нашему знакомству. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Всего доброго. Всего хорошего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, внимание всем! Сейчас у нас состоится очень важная встреча с руководством альянса «Престиж-Медиа», где они должны будут принять решение о нашем дальнейшем сотрудничестве. Не скрою, у нас в запасе есть козырь. Это продажи нашего еженедельника. Они очень выросли. Да. Ну, пожелайте нам удачи. Удачи. Буду держать кулаки. Да. Пойдемте, опоздаем. Да, пойдемте. Я не поняла, вы нам отказываете? Ну, почему? Второй выпуск показал 22-процентный рост продаж. Этого недостаточно. Вообще, мы не обязаны перед вами отчитываться. Ну, Людмила Валерьяновна, для еженедельника это серьезный прорыв. У нас еще никогда не было такого роста продаж. Все, разговор окончен. Так, погодите. Мы готовы поднять сумму оплаты. Ваше предложение нам неинтересно. Так, секундочку. Вы понимаете, что вы сейчас делаете ошибку? У нас есть продуманный бизнес-план. Нам просто больше негде продавать еженедельник. А может быть, вы договоритесь с другими торговыми сетями? Людмила Валерьяновна, только ваша торговая сеть обладает всеми нужными для нас ресурсами. Извините, решение уже принято. Здорово. Всего доброго. До свидания. А мне ее даже жаль. Немного о вас напоминает. Ну, я бы дала шанс, но еженедельник все равно закроют. Поэтому зачем зря занимать торговые площади, а? Резонно. Послушай, ну, в связи с тем, что еженедельник закрывают, ты подыщи ему работу. Я надеюсь, ты понимаешь, о ком я. И не говори только, что это от меня, а то откажется. Я тут видео с корпоративом монтирую. Ты там так на Олеговну смотришь. Зацепила она тебя, да? Может, и зацепила. У меня же жених есть. Да и она уедет, когда отдела с еженедельником, дойдет до конца. Ты думаешь, у нее получит? Думаю, да. Прошу внимания. Мне очень тяжело об этом говорить. Но наш еженедельник прекращает свою работу. Это что, шутка? Нет. А что случилось? Альянс Престиж Медиа не захотел продлевать соглашение, поэтому нам больше негде продавать наш еженедельник. Ну, а что же нам теперь делать? Я не знаю. А я знаю. Увольняться и на бирже труда за пособием. Мне очень жаль. Правда. Я очень хотела, чтобы у нас получилось. Но извините меня, пожалуйста. Я не могу сейчас. В смысле? Да. Значит, и у нее не получилось. Так все хорошо складывалось. Да. И недолго музыка играла. Да. Не вышло я. Ну, аж тебе на пару слов. Сюрприз. Только с самолета. Привет. Ты какая-то подавленная. Что-то случилось? Да. С еженедельником беда. В общем, его закрывают. Я не справилась. Да ты что? Ну, во всяком случае, ты попыталась. Дай не расстраивайся ты. Я так надеялась, что у меня получится. Екатерина Олеговна будет через час. Угу. Артур? А ты что здесь делаешь? Не твое дело, Мишаня. Вы знакомы? Учились вместе на журфаке. Да, неожиданно. Ну ладно, я пойду. Вот уж не думал, что он тут пристроится. Как мне кажется, ты должна знать, Бобровский редкая дрянь и бездарь. Да? Нет, ну он, конечно, очень сложный человек, резкий, но... но талант в нём есть. Мы одно время дружили с ним университет, пока он не показал своё истинное лицо. В смысле? А что он сделал? Что он сделал? А он использовал дочь декана для окончания журфака с красным депрессом. Алиса училась вместе с ним. Поэтому обо всей этой истории я знаю и не буду наслышать. Как низко. Я даже никогда не думала. Да. Ну так что, я в аэропорт за билетом вечерним рейсом домой. Для тебя здесь что-то ещё держат. Да нет. Наверное, ты прав. Поезжай в аэропорт за билетами, а я за чемоданом домой. Надо уметь признавать свои ошибки. Я не справилась. Даш? А что случилось? Так, догонялки играли, упала Екатерина Олеговна. Значит так, называй меня просто тётя Катя, хорошо? А ты почему домой не идёшь? Ключи забыла, жду, когда папа с работы вернётся. Ммм, это не скоро. Знаю, звонила я ему уже. А ты сама из школы ходишь? Не рано ещё? Ну, если у папы не получается, то с подружками хожу, а не в моём доме в отдел. Твою рану нужно обработать, поэтому приглашай в гости. Ну, даже не знаю. Ты сейчас сама убедишься, что я вовсю не злая. Пойдём. Я тебя здесь одну не оставлю. Пойдём. Ты не голодна? Нет, обедала в школе. Ой! Сейчас я подойду. Ты знаешь, я в этом деле спец. У меня всё детство сестрёнка с разбитыми коленками бегала. Здорово, жалко, у меня нет сестры. Только папа и бабушка, которого я давным-давно не видела. Это почему? Бабушка меня у папы ну, совсем забрать хотела. Из-за этого они поссорились. А я очень расстраиваюсь, ведь я люблю и его, и её. Только папе не хочу об этом говорить, чтобы он не сердился. Ну, я тогда тоже ему ничего не расскажу. Слушай, а давай заплетём тебе косички на прощание. Много-много. Давайте. А почему на прощание? Я сегодня улетаю. Ой, как жалко. Ну, совсем? Ну, совсем. Поворачивайся. Сделаем из тебя африканскую красавицу. Папа меня не узнает. Точно не узнает. Слушай, а может тебе стоило всё-таки с бабушкой остаться? Ну, ты же не виновата, что у тебя папа такой непутёвый. Ну, не повезло. Не повезло. Это ещё почему? Глупо сказала, не обращай внимания. Вы же не думаете, что папа у меня плохой. Так, не дёргайся. Зачем ты пришёл? Людмила Валерьяновна, вы отказались продлевать соглашение с еженедельником. Это означает, что он будет закрыт. Это никак не связано с тем, что ты там работаешь. Это обычное бизнес-решение. Вы должны отменить это решение. Нет. И вообще меня удивляет. Твоя наглость. Как ты мог прийти сюда после того, что случилось? Послушайте, вы объявили мне войну, не я вам. Я хочу видеть внучку. А я вам не запрещаю и никогда не запрещал. Так она меня не хочет видеть. Ну, вы же сами для этого всё сделали. Вы хотели лишить мне родительских прав. Это была ваша идея. Вы думаете, ей это понравилось? После смерти Оли я была совсем не своя. Ты поговори с ней. Я так больше не могу. Я её очень хочу видеть. Она ведь моя единственная внучка. Как там она? Не болеет? Всё хорошо. Я очень скучаю. не очень одиноко. Ну, давай как-то разберёмся. Договоримся. Пожалуйста, продлите соглашение с Еженедельником. Игнатьева справится. Для тебя это действительно очень важно? Да. ну, как? Как подписала? Подписала. Как подписала? Да вот так. Ну, Миша, это же только о моём участии никому не слова. Понятно? Конечно. Екатерина Олеговна, это Юров. Мы спасены. Как? Нет, всё замечательно. Просто она что-то объяснила, я не знаю, сказала. Ладно, всё хорошо. Значит так, обзваниваем всех сотрудников. Завтра все встречаемся на рабочем месте. Да. Всё, спасибо. Фух. Что-то хорошее? Да не то слово. Так. Держи. А ты чего дверь не закрываешь? Бред я купил, авто ждёт. Собирайся. Артур, я никуда не поеду, ты полетишь один. Дело в том, что мне только что позвонили из Альянса Престиж Меди, и каким-то чудом продлили контракт, я не знаю. А как так получилось? Я не понимаю, просто… Ты что, не рад? Михаил, а еженедельник продолжает свою работу, и Юра сейчас всех обзванивает. Да вы что? Да. Рад слышать. Катя, помнишь, что я тебе сказал? Ему нельзя доверять. Даша, привет. Ты что тут делаешь? Тебя жду. Здорово, да? А кто тебя заплёл? Твоя Екатерина Олеговна. Меня к себе пригласила. Я ключи от дома забыла и коленку вот разбила, она мне её замазала. Потом косички заплетала, конфетами кормила, а потом к ней какой-то дядя Артур пришёл, и я ушла. Ну, в общем, я вижу, вы нашли с ним общий язык. Да, вообще это… Мне кажется, тебе вообще стоит задуматься, нужен ли тебе такой человек в команде. Хорошо, я подумаю. Подумаю. Позвони-ка прежде. Угу. Пока. Потом. Береги себя. А на размере набежала по аллее. В лучах восходящего солнца её фигура казалась самим совершенством. Однако не спавшую всю ночь детектив смотрел не на неё, а на гиллера из ниоткуда выросшего позади красавицы. Понадобился один короткий рывок, чтобы обездвижить убийцу. Она обернулась, и он заглянул в её глаза. На кажущейся вечностью миг детектив позволил себе раствориться в них. А, впервые в жизни. Впервые в жизни. Ну что? Можно загружать. Пап, я уже сделала уроки. Можно я мультик себе включу? Малыш, присядь-ка на секундочку. Я хочу с тобой поговорить. Серьёзно. По поводу твоей бабушки. Я с ней встречался, и она очень по тебе соскучилась. Так что, если ты не против с ней встретиться… Пап, я согласна. Ведь я тоже соскучилась по ней. Если ты не против… Да как я могу быть против? Она же твоя бабушка. Хоть и вредно и командовать любит. Помнишь, как она тебя плохим отцом называла? Ну, сейчас она уже так не считает. А сегодня тётя Катя тоже сказала, что мне с отцом не повезло. Это тебе тётя Катя сказала? Угу. Она почему-то думает, что ты плохой. Но я ей сказала, что это неправда. А так она очень, очень хорошая. То есть она хорошая, а я плохой, да? Сейчас, подожди. Пап, я мультики себе включу. Включай. Вот сейчас у меня кое-то с кем будет очень серьёзный разговор. Да. Екатерина Олеговна, а кто вам дал право лезть в мою личную жизнь? В смысле? Вы зачем моему ребёнку сказали, что ей с отцом не повезло? Ну, я не хотела ей этого говорить, но это же правда. Послушайте, оставьте его на заключение свои при себе, ладно? Я всё про вас знаю. Мне Артур всё рассказал. Вы негодяй и подлез. А, Артур, это очень интересно. Понятно, где собака зарыта. А можем поинтересоваться, а что он ещё вам рассказал? Нет, мне очень нравятся такие люди, а. А то, что вы использовали дочь декана для того, чтобы с красным дипломом закончить журфак, а потом бросили её, это нормально в вашей изощрённой системе жизненных ценностей? Это вообще за гранью. Ничего, что Артур её бросил. И не только её, но и вместе с их ребёнком. Не говорите про Артура плохо, он прекрасный и порядочный человек. Да слушайте, снимите вы розовые очки уже. Знаете что? Что? Вы, вы уволены из еженедельника нашего. Да пожалуйста. Завтра ко мне заявление на стол. А вы мне туда будете? Я не шучу. Слушайте, я не шучу. Ну и всё, не смею вас больше задерживать, пожалуйста. Да я не собираюсь задерживаться. Безработная неудача. Столичная фипа! Да. Вы поверились? Нет. Я уволняюсь из еженедельника и буду писать детективы. А с этим я даже разговаривать не буду. Беда. Так. Ты что-то нажимала, да? Ну ты же сам сказал, чтобы я включила себе мультик. Я тут твою кнопочку нажала, появилась полоска. Тома. Рассылка завершена. Ты сделала рассылку моего нового рассказа. Это очень плохо. Здесь есть и её контакты. Значит, теперь тётя Катя прочьёт твой рассказ? Нет. Не прочтёт. Она же не знает, что это я написал. Там не подписано. Да и с другой почты отправлено. Прости, пожалуйста, пап. Я не хотела. А ты теперь будешь новую работу искать? Именно. Малыш, нам с этой тётей не по пути. Ага. Ага. Малыш, ага. 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 Автор странник опубликовал новое произведение. Посмотрим. А на размере набежала по Олесне, в лучах восходящего солнца. Не спавшуюся ночь детектив на миг забыл, для чего он здесь. Не было ни дня, чтобы он не думал о ней. Артур, доброе утро! Доброе, Катюша. Не разбудило? Проснулся? Я уже в офис добрался без пробок. Ты был прав, Бобровского. Он оказался хамом и подлецом. Я его уволила. Мне не нужен такой человек в команде. Молодец, Катюша. Горжусь тобой. Ты всегда делаешь правильные выводы. Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию. Бобровский. Просто замечательно. Ну, по-моему, ну и типа. Решил со мной поиграться на прощание, а? Я тебе этого никогда не забуду, понял? Да, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»